привет друзья у меня к вам вопрос знаете ли вы какое самое известное популярное и распространенное имя в мире нет ни в мусульманском мире не на востоке а на нашей планете земля и мы сейчас не случайно оказались в мечети мухаммед али в каире потому что это является вам подсказкой самое распространенное имя на земле это имя мухаммед имя мухаммед происходит от арабского глагола хамиде 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 хвалить восхвалять отсюда и значение этого имени достойные хвалы от того же корня хамиде происходит имя ахмед и оба эти имени являются именами пророка оба имени упомянуты в куране имя мухаммед четыре раза имя ахмед один имя ахмед по форме является прилагательным превосходной степени и обозначает она самый достойный наидостойнейший похвал третье имя которое происходит от корня хамиде махмуд махмуд восхваляемый всеми а вот имя мухаммеда на куполе знаменитой мечети надпись гласит мухаммеду расулу на мухаммед пророк аллаха классно одному из хадисов господь обещал своему посланнику клянусь своим величием тот кто был назвал назван в честь тебя никогда не будет поражен огнем ада другом из хадисов сказано что если люди употребляют вместе пищу и имя одного из них мухаммед или ахмед то все присутствующие получат благословение как минимум два раза в день а вот и сам мухаммеда али египетский национальный герой на фоне собственной мечети солнца их на тона и египетских флагов а сейчас друзья мы напишем имя мухаммед по ахмеду арабски возьмите пожалуйста тетрадку и ручку и давайте сделаем это вместе итак первая буква это буква мин огласовка дамма буква воздушная огласовка фатха снова мин посмотрите внимательно как я пишу мин я делаю вот такую петелечку не вот такую а как бы в обратно закрученную до опять мин над ним шатта и фатха и наконец буква далее четыре буквы и огласовки до буква мин с даммой дают нам звук му а и фатха дают нам ХА. МИМ и ШАДДА дают нам удвоение М. МОХАММЕД. Теперь давайте посмотрим, как это арабское слово выглядит по-русски. И думаю, у вас уже не раз возникал этот вопрос, почему же имя МОХАММЕД по-русски записывается очень-очень разными способами. Допустим, первый способ будет вот такой. МОХАММЕД. Второй будет вот такой. МОХАММЕД. Следующий вариант. МОХАММЕД. Также МОХАММЕД. МОХАММЕД. Без удвоения МИМ. И, наконец, МОГОМЕД. Есть еще вариант МОГОМЕД, но я уже его записывать не буду. Тут у нас и так достаточно вариаций. И также какой из этих вариантов нам выбрать, какой вариант посчитать правильным. Давайте разбираться. Посмотрите. Оголосовка ДАМММА дает нам звук У. Но он же в скобочках О, поскольку арабы фактически не различают У и О. Кто-то говорит ШОКРАН, кто-то говорит ШОКРАН, спасибо. И то и другое, в принципе, приемлемо. То есть по-разному люди просто произносят этот звук. Поэтому У равно в арабском языке О. Поэтому МОХАММЕД и МОХАММЕД это, в принципе, одинаковые, равноценные вариации. Какой я предпочту? Я все-таки, наверное, предпочту У, поскольку все-таки ДАММА дает нам У. Далее идет у нас ХАС. ФАТХА здесь без вариантов. Но обратите внимание, что ХА, ХА, воздушный, да? В арабском языке три звука ХА. У нас только один. У нас наш русский ХА, он больше склонен близок к арабскому хрипящему ХА с точкой сверху. Здесь у нас ХАС. МОХАМММАД. МОХАМММАД. Воздушный ХАС. МИМ с ШАДДой дает нам удвоение звука М. Поэтому мы его в русском языке записываем как два М. И вот этот вариант, конечно же, неверный. Да? И, наконец, буква ДЭЛЬ без вариантов. Тут, конечно, должен быть Д на конце. Никаких МАГОМЕТов. МАГОМЕТ тоже встречался мне. Быть не может, поскольку у нас Д. МОХАМММАД. Итак, какой же мы вариант выберем? Лично я выберу, наверное, вот этот вариант, поскольку здесь у нас ДАММА идет как У. Здесь удвоение МИМ. И здесь огласовка ФАТХА. Иногда она у людей слышится как Э. МОХАМММЕД. Ну, поскольку она конечная, и она уже немножечко как бы сползает в Э. Но мне кажется, что правильнее все-таки ее оставить как А, поскольку ФАТХА в оригинале это А, даже несмотря на все диалектные ее сползания, так скажем. Да? Если кто-то из вас впервые вместе со мной написал свое собственное имя по-арабски, прошу вас, пожалуйста, поделитесь в комментариях своими впечатлениями, своими чувствами. А мы сейчас переходим к следующему имени, к имени МАХМУД. Чем МОХАМММЕД в написании будет отличаться от МАХМУДА? Начнем с того, что имя МАХМУД происходит от того же самого корня ХАМИДА, о котором я уже вам говорила. ХАМИДА. Благодарить, да? Тот же самый корень, те же самые три буквы. ХАМИМ и ДЭЛЬ. И напишем имя МАХМУД. Снова МИМ, снова корневая воздушная ХАМУД. Здесь она идет с сукуном, то есть нолик этот указывает на отсутствие гласной. МАХМУД. Снова МИМ, а дальше ВАУ. Долгий ударный звук. ДАММА плюс ВАУ дает нам долгий УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ корневая дель. Как вы видите, Мохаммед и Махмуд имеют те же самые корневые три буковки, но, несмотря на общий корень, у имени Махмуд целый ряд отличий от Мохаммеда. Это сукун над х, это отсутствие шадды, и это, конечно же, долгий у. Если же написать оба имени без огласовок, как это делают арабы, то мы увидим, что они отличаются только долгим уау. Посмотрите. Вот так без огласовок выглядят эти два имени. Ну и, наконец, имя Ахмад, которого по-русски тоже записывают очень разнообразно, и как Ахмад, и как Ахмед, и как Ахмад. И как Ахмад. Но Т здесь, как вы видите, неуместно, поэтому мы посмотрим на первые два варианта, и увидим, что из них нам более подходит, исходя из арабского оригинала. Давайте вместе напишем имя по-арабски. Так у нас элиф с хамзой. И снова, как мы уже знаем, х, воздушная, мим, с хатхой, и дель. Ахмад. Ахмад. Конечно же, первый вариант более удачный при переписывании на русский язык, поскольку всё-таки фатха даёт нам звук А, а не Е. И, как вы видите, Т здесь полностью неверно, поскольку в арабском языке, в арабском оригинале у нас всё-таки идёт звук Д, обозначаемый буквой Дэль. Дорогие Мухаммады, Ахмады и Махмуды, если сейчас вы слушаете это видео, то напишите своё имя в комментариях по-арабски. Также я хотела бы услышать, если кто-то из ваших знакомых и родственников именуется Мухаммадом, Ахмадом, то как они записывают свои имена по-русски, мне очень интересно. И ещё мне интересно, какие следующие арабские имена вы бы хотели услышать в новых видео.